В Волгограде многодетные семьи получили земельные участки, опасные для проживания. Выяснилось, что почва в местах отведенных под строительство домов отравлена ядохимикатами. Люди, которые годами добивались желанных соток, теперь просто не знают, что делать, а чиновники разводят руками. Елена Пич разбиралась в ситуации. От резкого запаха здесь уже через считанные минуты першит в горле и начинает болеть голова. Источают его пропитанные ядохимикатами развалины. О них и разбились мечты Абая Ашгалиева о просторном доме для большой семьи. То, что осталось от хозяйственной постройки бывшего лесхоза, занимает большую часть земельного участка. Его отец пятерых детей получил от местных властей три года назад. Я пошел сразу к соседям. Они говорят, да это склад едохимикатов здесь был. Анализ СС сделала. Там 4-5 превышений таких вредных веществ, как аммиак, ртуть. Там очень серьезные химикаты. Там просто даже было написано. Невозможно. Никакие жилые помещения. Вообще строительство никакого невозможно. Яды из склада, брошенного много лет назад, пропитали почву и попали в подземные грунтовые воды. Поэтому жители домов по соседству и дышат отравленным воздухом, и воду из колодца пьют опасную. Роспотребнадзор делал нам полностью анализ воды и сказал, что вода совершенно непригодна для питья. Тем, кто живет здесь давно, признается Елена Андреева, деваться некуда. Годами они пытаются добиться, чтобы на месте склада едохимикатов сделали рекультивацию и провели в дома водопровод. Но то, как чиновники распланировали земельные участки для многодетных семей, говорит, возмутительно. Некоторым, например, земля досталась вместе с дорогой. Новые владельцы уже в буквальном смысле застолбили свою собственность. Асфальт регулярно перегораживают спиленным здесь же деревом. Вы представляете, перекрыт дорогу. Единственную дорогу. Поселок. Поселок. Единственную асфальтированную дорогу. А их тут, наверное, 3 или 4 участка на этой дороге. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Действительно, на территории, которую распланировали под участки для строительства жилья, многодетным семьям есть все. И овраги, и старый склад едохимикатов, и даже вот такое болото, которое, видимо, по замыслу местных чиновников, вполне может стать фундаментом для одного из домов. Когда принималось решение о предоставлении этих земельных участков, может быть, поспешили. Может быть, когда стройинженер выносил в натуру эти размеры земельных участков, где-то, видимо, как-то поспешились. Владельцы этих участков сотни многодетных семей. Они платят земельный налог, но начать строительство отваживаются единицы. Электричество, газ, вода. Все коммуникации тоже. Много лет остаются только на бумаге. Валерия Молхова, по его словам, строить дом заставила нужда. Он, его жена и 10 детей, 8 из которых школьники жили на 39 квадратных метрах городской квартиры. Здесь только колодец ему обошелся 70 тысяч рублей. Котел, в котором за зиму сгорел почти вагон дров, сделали друзья. Сам протянул к дому электропровода, но на само подключение официальное разрешение ему не дают. И вот я провел 146 метров сам за свои деньги. Говорят, еще 300 до подстанции проводи, тогда дадим разрешение. Недавно здесь побывали члены регионального отделения Народного фронта. И выездная комиссия администрации города тут же решила, наконец, со своими глазами посмотреть, какие именно земли они предлагают под застройку не самым богатым горожанам. И даже снова взяли образцы почвы. Объехали еще несколько территорий, где в общей сложности выделено около 600 участков земли под домом многодетным семьям. Все, что они там увидели, это свалки, болота и камыш. Если говорить об общем впечатлении, то это, конечно же, дезинформация, блеф. Но сами посудите, как можно начинать строиться, если нет даже подобия коммуникаций и нет возможности их провести. Об участках с готовыми под строительство коммуникациями местные чиновники даже не заикаются. В бюджете денег нет. Предполагают, что непригодную для строительства землю можно будет обменять. Но когда это произойдет, никто не знает. Получается, говорят многодетные родители, что начатое доброе дело не скоро доведут до конца.